Кто-то папе, а кто-то мужу или брату. Родственники бойцов, принимающих участие в спецоперации, несут согретые теплом посылки. В них чай, любимые конфеты, печенье, варежки. Все то, что напоминает о родном доме, вдали от близких. Я приготовила посылку для своего военнослужащего папы. Я считаю, что это очень важно, потому что кто, если не мы, должны поддерживать наших военнослужащих. Мы очень сильно гордимся нашим папой, что он защищает нашу Россию. Каждая посылка именная, принимается она упакованной в картонную коробку. Вес не более 15 килограммов. С ними, с бойцами в контакте, на связи. Второй этап сбора посылок в рамках акции «Тепло родного дома» закончится 3 февраля, чтобы успеть доставить их адресатам ко Дню Защитника Отечества. Дети ложили папам там свои подарки, естественно, рисунки, чай. И то, что сегодня две шоколадочки мой ребеночек маленький положил для папы. Написал, что папе. Акцию «Тепло родного дома» запустили в декабре 2022 года. По инициативе губернатора Тюменской области Александра Мора, в преддверии Нового года из Тобольска было направлено около 440 килограммов такого нужного груза. Военнослужащие были очень рады получить посылки к Новому году со сладкими угощениями. Передавали привет своим родственникам, своим коллегам по работе. Для них это было очень важно – получить частичку дома. Принести посылку можно в Центр социального обслуживания населения Тобольска, а жителям района – в сельскую администрацию. Оттуда главы поселений доставят посылки в комплексный Центр соцобслуживания населения. Туда же можно собранную коробку принести самостоятельно. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко, Тобольское время.